Вселенная Бластера Вселенная Бластера Эй, Мел! Я компьютерный домашний питомец Мы летим к Омеге Омега-мега-мега Ведь это мощный взрыв Омега-мега-мега Вселенная Бластера Мощный-мощный взрыв Бластер во Вселенной Причина всех неприятностей Добрый день, и что мне не заказывать? Одну супер-острую с тройным сыром И обязательно с пепперони И анчоусами Анчоусы? Фу! Бластер, ты вообще когда-нибудь пробовал анчоусы? Нет Тогда откуда ты знаешь, что они тебе не нравятся? Ну ладно, ладно, я их обязательно попробую Но в следующий раз А сегодня Будет пицца с перчиками чили Не за что с анчоусами Перчики чили Анчоусы Чили перчики Анчоусы Перчики чили Анчоусы Перчики чили Анчоусы Анчоусы А нет, вы только посмотрите, что вы наделали Он первая начала Можно мне высказать свое мнение? Как обычно Валяй Ну что ж, я создал небольшую схему, на которой изображена Пицца с анчоусами И перчиками чили Вкус будет превосходным О-о-ой Белка Белка? Фу, я уж лучше анчоусы попробую Мел, ты в порядке? Да, как никогда Гав-гав Он сегодня ведет себя как-то Совсем по-собачьи Тебе так не кажется? Что? Масляная лужа на полу О-о-о Это совсем по-собачьи Мел! 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 Мел, успокойся! Тише, мальчик! Эй, я, я молодой человек Я бы попросил вас выдержаться от такого тона Вообщение ко мне Я вам никакая моксина Мел, приятель Ты же белку на дерево загнал В имя всех моих сенсоров Это, наверное, был зов дикой природы Зов природы? Мы вообще-то пиццу заказывали Ну, в древности, когда люди начинали одомашнивать животных Им нужны были помощники для того, чтобы охотиться на более крупных животных Затем племена стали расти и создавались общины Было выведено более тысячи новых пород собак Но, несмотря на одомашнивание, в собаках часто проявлялись волчьи повадки Например, забывание на луну Это и называется энзовом дикой природы Я думаю, что иногда это случается самыми интеллектуально развитыми из нас Без обид, друг Но у тебя больше общего с тостером или микроволновкой, чем с волками Я никогда не слышала, чтобы... Так, Лайл Может, с тобой что-то не так? Я в порядке Все показатели в норме Все прекрасно И... Ну вот, опять началось Он сгрыз тапки моего папы Кажется, раньше это был халат твоей мамы Смотри, что он делает с Тиваном Бластер, все гораздо хуже, чем мы думали Ты жутишь? Ни одна программа не могла сбиться настолько, чтобы заставить его закопать диван на заднем дворе У него перегрузка и совсем не осталось свободной памяти Он так сломается, нужно что-то делать Эй, Джиз Почему бы нам не установить обновление для его программы? Я тоже об этом подумала Отлично Уже не хватает терпения Хочу установить это программное обеспечение Стоя одна цирковая программа Это взрыв Лучше скачать обновление с интернета В него входит расширенная версия энциклопедии «Знания без границ» Ни за что Зачем засорять его память? Ты только представь, он сможет научить трех слепых мышек кататься на велосипедах Это самая глупая идея на свете Вторая по глупости Пицца с анчоусами была куда глупее Может, мне лучше отправиться домой? А может, лучше прямиком в какой-нибудь водоем? Если повезет, там будет много анчоусов Вот и отлично Ну что ж, пусть шоу начнется Да, и еще Ластер Это тебе не будет полезно, Мел Чиси Что ты делаешь? Ничего А ты? Где это я? Нам пришлось обновить тебя, Мел Как себя чувствуешь? Не в порядке Все показатели у меня Загрузка медиафайла Завершена загрузка цирковых трюков Что? Немедленно ударите дурацкие цирковые файлы, Бластер? Только после того, как ты удалишь свои файлы Лучше его выключить Бластер, с каких это пор у Мелы есть лазерная пушка? Мне показалось, что это может пригодиться Он вышел в открытый космос Когда это он так научился делать? Мне показалось, что это может пригодиться Где же нам его искать, Джис? А сам-то как думаешь, Бластер? Лучше взять Бластолет Я поведу Ни за что! Ну же, Джис, дай я поведу Ты всегда управляешь Сейчас моя очередь А, отличный день для путешествий к звездам, дети, да? Здрасте, командир Мы не собирались кататься, пап Нам нужно... Бластер? Я поведу Не выйдет, я старше тебя Не выйдет, у меня ключи Да катай их мне Даже не думай Вы напоминаете мне дебаты двух послов В сегодняшнем выпуске United Universe Она первая начала Он первый начал Нет-нет, я думаю, спор начинают обычно двое Не так ли? Ладно, пап Да, вы правы И поэтому вы оба должны закончить спор Понимаю, что у лучших друзей в этом может возникнуть проблема Ой Срочный вызов Прошу меня извинить Мой долг зовет Надо пошевеливаться, Джис Нужно найти Мэлла Я пошевелюсь только после тебя Ты такая упрямая Ты такой упрямая Ты такой упрямый Ааааа Оврежденный спутник, Луна и космический телескоп Что могло послужить причиной подобных разрушений? Продолжение следует... Которому относится ярчайшая звезда Сириус. Это самая яркая звезда со звездой Пса. Ее очень легко можно увидеть с Земли. Сириус был открыт еще жителями Древнего Египта. В который проникал свет самой звезды. Звезда Сириус видна лучше всего в жаркие летние дни, которые из-за этого прозвали... Собачьими днями. Я это знала. Нет, не знала. Нет, знала. Во имя Юпитера. Летающая собака разрушает все на своем пути. Как такое возможно? Необходимо немедленно принять меры. Фритц фан Штупенскупер. Служба отлова. Я видел много разных летающих собак. Путили, пультоги, а еще маленькие шпицы. О, как я их люблю. Я бы забер их всех здесь, в клетках. Посмотри на весь этот космический мусор. Это ужасно, что ненужные вещи загрязняют космическую среду. Не так ужасно, как вот это. Мел? Киперсобака вносит свой вклад в загрязнение окружающей среды. С дороги! Что это было? Это служба отлова беспризорных животных, Бластер. Мы должны его остановить. Иди сюда, милый песик. Нет! Тосойливые дети! Оставь Мелла в покое. Мелла? Какое необычное имя. Мы знаем его еще с тех пор, как он был коробкой с компьютерными деталями. Значит, это очень умный маленький песик, да? Тогда он будет полезен. Так, его дружище! Отлично, Мел! Эта непослушная собачка заслуживает наказания. Ну, держись! Но он обычно имеет очень хорошие манеры. Даже лучше, чем у нас. Это меня не волнует. Это не похоже на Мелла. Да, это больше похоже на Бластера. Эй! Погоди-ка, Джиз. Это же твоя вина, помнишь? Я помню только то, что это твоя вина. Нет уж. Твоя! Не моя. Твоя! А кто дал ему возможность выходить в космос? А кто установил лазерную пушку? А я совсем не могу сосредоточиться из-за вашего гомона. А почему бы вам мне... Что вы сказали? Лазерная пушка? Эээ... Он целится в нас? Не люблю так делать, но придётся. Нет. Нет, мой бедный щеночек! Нет, не плачь, пожалуйста. Я не выношу, когда детки плачут. Прекратите реветь. Ладно, ладно, идите и достаньте вашего щеночка. Обещаем, что он будет цел и невредим. Ладно, ох уж эта работа с животными. Что же он задумал? Ну, что бы это ни было, это твоя вина. Нет, не моя. Твоя! Не моя! Не моя! Моя! Нет тво... Нет, не моя! О-о-о. Похоже, Мел выучил новые трюки. Похоже, зуб дикой природы был очень сильным. Нужен ошейник побольше. Это щеночек? Монстр! Он такой... Такой... Сильный! Он мне нужен! О, сколько он всего умеет! Он займет спальню, столовую, гостиную и... И... А-а-а! Как тебе вот это? Кто? А-а-а! Мел собирается его закопать. О-о-о! Что он хочет делать? Нет, Мел! Брось, это мальчик! Эй, дружок! Палочку принесешь? Нет! Ему... Эту... Не... Сойдет... Слаб! Нет, он даже мухи не обидит! Да, правда, если бы Джи Си не превратила его в мартышку! Я? Это ты пытался превратить его в циркового артиста! Я? Это ты хотела закачать в него антиклопедию! И что нам теперь делать? Я не знаю, но ты меня раздражаешь! Не так сильно, как ты меня! А вот и нет! А вот и да! Это не так? Так! Вы твое выводите меня из себя! Я уже и так взбешен! Вы можете уже, наконец, поладить друг с другом! Или мне вас мирить! Можем? Мы же лучшие друзья! Да, мы команда! Так, станьте командой! Вы только и делаете, что спорите! Нет, не спорите! Да! Да! Вы даже меня заставили спорить! Он прав! Мы поняли, что вы имеете в виду! Я вернулся! Теперь тебя не сдобровать! Я не понимаю, Джиз! Все это время, пока мы тратили на спору, мы могли помогать Мэму! Ты права, Джиз, но... Меня удивляет, откуда взялась вода? Где он взялся вода? Эй, куда это он? Бластер! Кажется, он направляется к планете Бе-2! Ее спутник выглядит как огромный мячик! И он хочет в него поиграть! Джиз, если он взвинет спутник, у них не станет ночного светила! А если ночного светила не будет, то собакам не на что будет выть! Если им не на что будет выть, то они будут течать! А если они будут течать... То вся планета будет обречена! А пока обречен сам Мэл... У него нет никаких шансов против их огневой мощи! Все зависит от нас! Мы должны прекратить наши споры и продолжать делать то, что у нас получается лучше всего! Мы должны устроить мощный взрыв! Ты поведешь! Спасибо, Джиз! Плохая собачка! Только не сейчас, болван! Сначала используй газету, а потом используй что-нибудь помощней! Этого щеночка нужно перевоспитать! Пришло время для гигантской ядерной косточки! Эй-эй! Посмотри сюда! Кто хочет косточку? Кто? Все кончено! Брось свои штучки! Ой, только не они опять! Да, мы опять! Мы здесь, чтобы спасти нашего Мэла! Мистер Ван Штупенс Купер, вы должны позволить нам перепрограммировать Мэла! Перепрограммировать? Каким образом? Это единственный способ ему помочь! Ты права, Джиз, как обычно! Да? Спасибо, Бластер! Эта косточка разорвет тебя на кусочки! Приготовься к обратному отсчету! Пять! Четыре! Три! Тва! Есть план, Джиз? Нет плана! Нужно просто действовать! Эй! Это моя фраза! Сюда, Мэл! Хочешь погоняться за пластолетом? Что вы делаете? Эй! Эй, Мэл! Как дела, дружище? Ну же, мальчик! Поймай его! Он очень увлекается погоней за своим хвостом! Смотри, большой Мэл распадается на части! А вот наш маленький Мэлли! Это явно выведет его из строя! Ситуация была разрешена мирно! Командир! Хозяева собачки усмирили ее! Отличная работа, Фритц! Люблю, когда все хорошо! Ну вот, опять нужно поймать какую-нибудь собачку! Ну что ж, установка завершена! Держись, Мэл! Он может уже не быть таким, как раньше! Конечно будет! Я нашла его базовый установочный файл! Так что он к нам вернется! Отлично! Я теперь могу доверять принятию серьезных решений тебе, Джиз! А я могу доверять тебе! Ну конечно же! Вместе мы организуем большой взрыв, да? Да! Как обычно! Чувствую себя так, будто бы меня разбирали на части! Мэл! Пожалуйста, не надо! Телячьей нежностью утомляют! Да, он вернулся! Нужно отпраздновать! Может, пиццу закажем? Не знаю, что вы празднуете, но идея мне нравится! На этот раз закажем с анчоусами! Не обязательно! Можно заказать пиццу с чили! Нет-нет-нет-нет, Джиз! С анчоусами! Перчики чили! А чоусы? Перчики чили! А чоусы! Эй! Я буду лучше бело гонять, чем опять выслушивать это! Нееет! Я буду больше! Продолжение следует...